На огонь можно смотреть вечно, а на то, как пламя рушит другие предметы, даже немного дольше. Еще, согласно известному британскому выражению, вечно можно смотреть на воду и на то, как енот грызет другого человека. Но это уже совсем другая история. Итак, у нас имеется газовая горелка с температурой нагревания аж в 1300 градусов по Цельсию. Мы уже испытывали с ее помощью такие предметы, как кокос, что получилось, кстати, очень забавно. Кто захочет, видео можно найти на канале. Делали новую прическу ананасу, а еще плавили алюминий, температура плавления которого всего 660 градусов. Так как мы грели радиатор от процессора, то из-за особенностей конструктивного исполнения он остывал быстрее, чем начинал плавиться, пока не отломили небольшой кусочек. Тогда плавка пошла очень быстро и металл начал капать. Сегодня проверим, сможет ли газовая горелка расплавить медь. В качестве подопытного будет медная проволока. Скрутим ее в спираль, так площадь обогрева будет больше. Меньше 15 секунд понадобилось, чтобы раскалить проволоку до красна. А понемногу плавиться медь начала на 25 секунде. Температура плавления меди 1085 градусов по Цельсию, а значит не врут, когда на горелках пишут 1300 градусов. Какое зрелище! Как говорю же, на огонь можно смотреть вечно. Смотрите, как красиво образовывается капля расплавленной меди. Итого понадобилось полторы минуты, чтобы увидеть, как капает медь. Ребята, не забывайте писать в комментах, чтобы вы хотели видеть в следующих видосах. Мы вас всегда читаем. Дальше, сколько мы не грели, расплавленный металл перекатывался по спирали, но капать больше не хотел. Кстати, смотрите, как быстро остывает медь. А все потому, что у нее один из самых высоких коэффициентов теплопроводности. Выше только у серебра, и то незначительно. А вот мы собрали всю каплю металла. Ребята, если вам нравятся брызги раскаленного металла, запах пороховых газов, скрежет гусеницы и безудержный экшен, то вы точно по адресу. Armored Warfare, проект Армата, то, что вам нужно. Танковый экшен пережил настоящую революцию и изрядно изменился с момента своего первого выхода. В своем распоряжении десятки современных машин от американского Абрамса до российского Т-90. И да, та самая Армата здесь тоже есть. В Armored Warfare этот монстр появился раньше, чем у настоящих военных. Выбрав машину, ты получаешь доступ к десяткам современных дополнительных модулей и тактических примочек. Все, что душа желает. Птуры, дымовые завесы, активная броня и многое другое. Выбирай внимательно, потому что все это вот как пригодится в бою. До пересыщенных и жизнью, и играми есть кое-что принципиально новенькое. Сюжетные спецоперации, состоящие из нескольких частей. Первая спецоперация «Карибский кризис» уже доступна в игре целиком вместе с пачкой новых боевых машин. Переходи по ссылке в описании и оцени изменения, которым подверглась игра, и получи за это премиум танк в подарок. Дальше попробуем расплавить стекло, а точнее вот такую лампочку накаливания. Мы уже пытались это сделать строительным феном, но он оказался бессилен. Правда там максимальная температура всего 600 градусов по Цельсию. Газовой горелке понадобилось всего 4 секунды. Так как в лампочке находится инертный газ под давлением, когда стекло расплавилось, он вырвался наружу и даже затушил нам горелку. Не то чтобы там такое сильное давление, просто для горения нужен кислород, а инертный газ весь кислород вытеснил. По-новому зажигаем горелку и продолжаем плавить. Перед газовой горелкой стекло бессильно. Очень хорошо видно, как оно плавится, хотя мы думали, что из-за неравномерного нагревания стекло лопнет, и готовились снимать супер слоумо. Вот результат плавления спустя 2,5 минуты. Тут уже и невооруженным глазом видно, как повлияла на лампочку высокая температура. Сейчас выключим горелку и проверим, насколько стекло стало эластичным. Ну что, горячее стекло очень хорошо поддается растяжению. Всего 3 минуты нагревания, и лампочка уже не та, что была раньше. Хорошо, что 2 из 3 камер продолжали снимать, и то, что мы ожидали увидеть в момент нагревания, произошло в момент остывания. Стекло лопнуло, и лампочка распалась. Так что даже мы увидели это только на повторе. Раз такое дело, попробуем еще нагреть спираль лампы накаливания. Раньше их делали вольфрамовые, а температура плавления этого металла более 3000 градусов. Из чего их сейчас делают, не знаю, но перегорела такая нить всего за 30 секунд. Двигаемся дальше, и следующей на очереди будет банка кока-колы. Мы уже ее как-то грели строительным феном, и тогда неплохо так рвануло. Ожидаем увидеть фонтан покруче, ведь процесс нагревания будет проходить интенсивнее. Уже 40 секунд греем банку, и пока ничего не происходит. Минута, банка вздулась и даже заставила жахануться. Минута 20, банка на пределе, ща как рванет! Ложись! Все, отбой. Образовалось маленькое отверстие, и через нее островило все избыточное давление. Вот облом! Ну ничего, я предполагал такой исход, и купил две банки колы. Только на этот раз хайпик ее как следует взболтает. Хоть и со второй попытки, но нам все же удалось заляпать свой фон. Ребята, смотрите, как деформировала жестяную банку. Кстати, не выдержала она именно в месте открывания. Ну, все как бы логично. А теперь гвоздь нашей сегодняшней программы Страусиное яйцо. Оно у нас осталось после обстрела с магнитной пушки. В то время, как ее младшие сородичи Перепелиное и Куриное яйцо были разорваны выстрелом металлического шарика, этот гигант остался полностью невредим. Оно и неудивительно, ведь скорлупа достигает 6 миллиметров. Даже хайпик, когда ему дали поиграть кока, не мог поверить своим глазам, что такие яйца вообще существуют. Хоть жарить будем и горелкой, все равно над сковородкой и на брутальном граненом стакане. Это у Чавеса уже, наверное, диатез от страусиных яиц. Но это не точно. А нам, по завершению съемок, хочется его еще и попробовать. Ребята, смотрите, как оно со старта начало стрелять. Не прошло и 30 секунд, как скорлупа дала трещину и белок побежал тонкой струйкой. 1300 градусов, это вам не шутки. Тут даже непобедимое яйцо страуса не может оказать сопротивление. Как красиво смотрятся, языки пламени разбиваются яйцом, правда? Скорлупа очень быстро прогорает и ее сдувает мощным потоком огня. Спустя 5 минут скорлупа основательно обуглилась и потрескалась. Общее время горения составило 10 минут, но даже за это время так и не удалось прожечь дыру. Скорлупа превратилась в угли, но все равно сама по себе не отваливается. Хотя особо уже и не держится и очень легко отковыривается пальцем. Что ж, ребята, пока я буду готовить страусиный омлет, хайпик, остается считать ваши лайки и подписки, и... А, ладно, делайте, что хотите, вам виднее. Пока-пока.